В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Процесс идет. На стадионе Самара-Арена завершается установка элемента купола. Ни кола, ни двора. Больше 10 лет. Областные власти помогли обманутым дольщикам обрести крышу над головой. Предприниматели обиделись на приставов. Исполнить приказ или сохранить дорогостоящее оборудование. Что важнее? Узнать о полимерах – все. Самарские ученые создали крупнейшую в мире базу данных. Свет мой селфи – все скажи. Психическое состояние новобранцев будут изучать с помощью соцсетей. На стадионе Самара-Арена начался монтаж купола. Сегодня завершается установка первой детали одной из его консолей. Ее вес – 130 тонн. Для монтажа специально привезли 600-тонный башенный кран. Чтобы он мог передвигаться по фундаментной плите стадиона, не разрушая бетон, на его пути под гусеницы подкладывали толстые деревянные балки. Самым сложным стал процесс установки детали на опоры. Чтобы консоль оказалась на месте, строители вымеряли расстояние до сантиметра. Высота конструкции, согласно проекту, составит 60 метров. При этом стадион готов уже на 40%. Представители компании-подрядчика говорят, что у Самара-Арена нет аналогов среди строящихся стадионов. Из всех вновь создаваемых стадионов по строительному объему – это, можно сказать, самый крупный. Если по вместимости 45 тысяч – это стандарт по требованиям ФИФА, по архитектуре он больше. Он больше Лужников, он больше Казань-Арены. Еще больше спорта. Выход «Орбиту побед» и спортивных достижений будет доступен всем школьникам промышленного района Самары. Кроме большого физкультурно-оздоровительного комплекса, который построили рядом со стадионом «Орбита», здесь восстановят и старый тренировочный комплекс. Этот вопрос жители обсудили на встрече с главой Самары Олегом Фурсовым, которая прошла прямо в футбольном зале. Стадион «Орбита» – один из крупнейших в промышленном районе. Здесь и в спортивном зале, что по соседству, занимались целыми семьями. Валентина Ишенина вспоминает, в 80-е на тренировке после школы сюда ходила ее дочь. А сегодня мечтает заниматься бегом и аэробикой внучка. Но несколько десятилетий комплексу не уделяли достаточно внимания, и спортплощадка потеряла былой вид. Мы очень хотим, чтобы доступно было, доступно для любого. Если они приходят, и мы также, бабули, придем, мы болельщики, будем соревнования проводить, болеем. Рядом со стадионом построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» с бассейном и катком. Но жители выступают за сохранение и старого здания. Глава Самары интересуется, будет ли этот комплекс востребован. Мы должны понимать, что молодежь сюда пойдет, что зал будет постоянно занят. Это очень важно. Для нас это очень большое подспорье, как дворец спорта. Жители, конечно, хотят, чтобы был этот уголок спортивный. Поблизости расположены пять детских садов и четыре школы. Запланировано строительство новых высоток. Так что число жителей будет только увеличиваться. А юное поколение вновь стремится к спорту. И возможностей у них в последнее время все больше. Действительно, за четыре года видим просто невероятное количество строек, связанных со спортом. Четыре фоку у нас крупных здесь. Вы знаете, что и ледовые дворцы появились. Это действительно очень серьезные изменения в нашем городе. Я услышал, что все за то, чтобы это здание сохранить, выделить сюда деньги, чтобы привести его в нормальное состояние и организовать занятия спортом среди молодежи, которая здесь проживает. Мы этому решению следуем. То есть мы тогда приступаем к процедуре проведения ремонта. Мы посоветуем. Зданию требуются небольшие восстановительные работы и качественный косметический ремонт. Занятия в секциях в муниципальном зале будут доступны всем жителям. Открыть обновленную орбиту постараются успеть к первому сентября. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Психическое состояние новобранца будут изучать с помощью соцсетей. В преддверии призывной кампании, которая стартует 1 апреля в поселке Рощинске, прошел инструкторско-методический сбор с участием председателей призывных комиссий, глав муниципальных районов и врачей. На нем-то и прозвучали тревожные цифры. В прошлом году самоубийство совершили 8 солдат. В этом два. Военком призвал председателей призывных комиссий быть внимательнее к будущим новобранцам. Об их настроениях весьма красноречиво, говорит информация на личных страницах в соцсетях. Есть и позитивные тенденции. За последние годы стало намного меньше уклонистов. В том числе и потому, что армия меняется. Экипировка, оснащение и довольствие значительно улучшились. Да и служить стало намного интереснее. В планах военных комиссариатов в эту весеннюю кампанию призвать на службу почти 3,5 тысячи человек. Новобранцев ждут существенные изменения. На сборном пункте будет оформляться электронный паспорт. Каждому призывнику будет выдана электронная карта для получения заработной платы. И с момента выйти со сборного пункта он уже будет зачислен на довольствие вооруженных сил Российской Федерации. Ему на эту карту будет перечисляться заработная плата. Ломать не строить. На одном из самарских предприятий судебные приставы проводят демонтаж оборудования. Фирма по производству упаковочного материала взяла в лизинг дорогостоящие немецкие станки. Но из-за скачков на валютном рынке не смогла вовремя расплатиться. Впрочем, у предпринимателей иная версия событий. Они уверены, фирма, которая занимается демонтажом, мягко говоря, некомпетентна. И оборудование после таких манипуляций может отправиться на свалку. Все мнения выслушала Лариса Шалафаст. Работа на предприятии по производству упаковочных материалов остановилась. Сюда нагрянули приставы, чтобы изъять оборудование. Эта компания работает в Самаре больше 20 лет. Производит пищевую и строительную упаковку. Сотрудничает с молокозаводами, птицефабриками и строительными компаниями. Чтобы повысить качество продукции, несколько лет назад взяли в лизинг станки немецкого производства. Это оборудование находится в лизинге уже три года. По словам руководства предприятия, 70% стоимости оборудования они выплатили. Из-за разницы курса доллара образовался долг. Владельцы станков решили не дожидаться, когда предприятие справится со своими финансовыми трудностями. В прошлом году состоялся суд, который решил, самарская компания должна вернуть оборудование. Мы не противоречим данному решению, не препятствуем его исполнению. Мы лишь требуем соблюдения закона при выполнении данных действий. Предпринимателей беспокоит одно. Компания, которая вместе с приставами пришла демонтировать оборудование, не предоставляет необходимую документацию и график выполнения работ. Вы можете мне ответить, вот у меня копия свидетельства СРО. Там отсутствует разрешение на проведение демонтажа оборудования. Прекрасно. Таким образом, все эти люди будут работать на тяжелой технике и не проводить демонтаж. Великолепным образом они будут работать. С огоньком они будут. Когда мы наблюдали, как производится демонтаж оборудования, мы увидели очень много нарушений. И по технике безопасности, и по электробезопасности, и по противопожарной безопасности. Мы занялись этим вопросом, изучили разрешительную документацию, и выяснилось, что у сервисной компании отсутствует разрешение на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования химической отрасли и флексографского оборудования. За разъяснением ситуации мы обратились к судебным приставам. На наш запрос пришел ответ. Ведомство действовало в рамках законодательства. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на службу судебных приставов не возложена обязанность проверять наличие допусков для проведения демонтажных работ. Омбудсмен по правам предпринимателей Евгений Борисов считает, в этой ситуации необходимо найти разумный компромисс. Мы говорим о том, что давайте, коллеги, давайте судебный пристав, давайте отсложим исполнение судебное на законном основании до решения суда. Давайте обговорим формат изъятия этого оборудования. Это нормальные цивилизованные вещи. Не надо после себя оставлять разгромленное предприятие с погугленным оборудованием, которое никому не нужно будет, кроме как по цене лома. Руководитель предприятия подал иск в суд о приостановлении исполнительного производства до устранения нарушений. Суд иск удовлетворил. Сейчас демонтаж оборудования временно приостановлен. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Они все ждали, а он стоял. И шесть лет ничего не происходило. С мертвой точки дело сдвинулось два года назад. Уже в декабре проблемный долгострой на проспекте Карла Маркса. Наконец, примет новоселов. Более трехсот обманутых дольщиков получат свои квартиры. Достраивали и фактически перестраивали здание на средства областного бюджета. Насколько тернист и долг был путь к домашнему уюту, расскажет Марина Кравцова. Квартиры получились добротные. Толстые стены, батареи сделаны аккуратно. Буквально каждый сантиметр придирчиво осматривает Олег Логинов. Ведь ждать жилье пришлось 12 лет. Довольно бюджетную небольшую трешку семья с двумя детьми купила еще в 2014 году. Тогда ничто не предвещало, что застройщик компания «Монтек» бросит и дом, и с ним дольщиков на произвол судьбы. До 2008 года строилась. Там, естественно, был кризис в 2008 году. И после этого, конечно, начались наши хождения. Очень рад, что действительно уже вижу реально, что происходит. И, конечно, я надеюсь, что действительно к концу года, ну каким-то образом, пусть это будет, если не сказать, там черновой вариант у нас, но мы можем новоселье справить уже. Достраивать пятисекционный дом на проспекте Карла Маркса стали два года назад за счет областного бюджета. Часть средств согласились добавить дольщики. Скинулись по 6000 рублей за квадратный метр. Новому застройщику пришлось переделать практически все. За 10 лет конструкции сильно пострадали. Внутренние коммуникации и лифтовое оборудование разворовали вандалы. Оказалось, что и проекта строительства тоже нет. Пришлось и документы делать заново. Фасад нам пришлось демонтировать в свете того, что он находился в аварийном состоянии. Соответственно, пришлось сделать усиление конструкции фундаментной плиты, усиление конструктива внутреннего всего объекта. В общем, была проделана очень большая сложная работа. Дом практически готов. Сдать его планируют к Новому году. Это будет, пожалуй, самый долгожданный подарок для 326 дольщиков, которые за эти годы, еще не став соседями, практически сроднились на многочисленных собраниях, когда отстаивали свои права. Помогут и другим обманутым и пока не состоявшимся новоселам. Сейчас в Самарской области 50 проблемных объектов, каждый под пристальным вниманием городских и областных властей. Очень много людей, которые добиваются при финансовой и иной поддержке государства получения своего жилья. Работа ведется, 37 объектов из 50 уже определены подрядчики, остальные будут определены в ближайшее время. Будет достраиваться все объекты, то есть жилищные права граждан будут восстановлены. С 2013 года в эксплуатацию ввели 19 проблемных домов, 5 достраивают, еще 4 долгостроя сдадут в ближайшее время. Квартиры получат более 300 семей. Марина Кравцова, Станислав Ливин. События. А теперь коротко о других темах дня. Спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» производства Самарского прогресса передал на Землю первые тестовые снимки, сообщает Роскосмос. Их уникальность в высоком разрешении и широком охвате. Напомним, космический аппарат был выведен на промежуточную рабочую орбиту 13 марта с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». 17 и 20 марта были проведены коррекции его орбиты. Только шесть самарских отелей смогли пройти строгий отбор Международной Федерации Футбола и были рекомендованы для гостей Мундиаля. Всего в список попало 173 гостиницы страны. Большинство расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Забронировать номер в любой из гостиниц из шорт-листа можно будет через специальный сайт компании «Матч Аккомодейшн», который в структуре FIFA занимается вопросами размещения. Продажи планируют запустить уже в начале 2017 года. Фонд капитального ремонта Самарской области ищет нового руководителя. Конкурс объявил областное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Кандидат должен иметь высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере ЖКХ не менее 10 лет. Заявки принимаются до конца марта 2016 года. Предыдущий гендиректор Андрей Чибисов покинул этот пост в сентябре прошлого года. Гражданину Таджикистану, угрожавшему взорвать космопорт, предъявлено обвинение. В декабре прошлого года из торгового центра эвакуировали сотни людей. Причиной паники стало телефонное сообщение о бомбе. В районе гипермаркета возник транспортный коллапс. Задержанный вину признал, но назвать мотивы поступка затруднился. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы и миллионный штраф. Время работы пассажирской переправы Самара-Рождественно продлено до 21.00. Новое расписание начнет действовать уже завтра. Рейсы будут отправляться, начиная с 6 утра с заходом на Проран. Из Рождествено сюда будут ходить в 8 вечера. Направление Поляна-Фрунзе-Ширяево-Гаврилово-Поляна заработают с 8 апреля. Подгоры-Нижний пляж, Шелехмедь, Зольная-Богатырь с 15 апреля, Виновка с 30 апреля. Практическая химия. Самарские ученые создали крупнейшую в мире базу данных веществ, необходимых в промышленности и быту. Теперь о координационных полимерах, так называются соединения, легким движением компьютерной мыши можно узнать все свойства строения особенностей. О значимом исследовании самарских химиков репортаж Алины Чемерес. Я выделил один из атомов и попробую воспроизвести связи, которыми связываются атомы. Я увижу, каким образом структура построена. Благодаря пористой структуре из этого вещества можно делать фильтры для очистки воды. Вредные соли оседают на нем и не могут пройти сквозь так называемую решетку. Химические соединения со сложным названием координационные полимеры в жизни используются часто. Из них делают детали электронных устройств в контейнеры для перевозки газов. Это соединение алюминия. Образно говоря, оно умеет дышать. Если в это пространство между атомами попадает газ, то вещество как бы расширяется. В быту его можно использовать как газоанализатор, к примеру, для определения в помещении наличия природного газа или угарного. В Самарском университете разработали базу данных, в которой можно посмотреть о нем буквально все. К примеру, даже год, когда было синтезировано вещество и все его структурные и физические свойства. Созданием полной базы данных таких веществ занимается молодой ученый Евгений Александров. За основу взял сведения из Кембриджского университета. Всего в перечне около 70 тысяч различных соединений, но комплексно их еще нигде не изучали. На свои исследования Евгений на два года получил грант суммой в 900 тысяч рублей. Аналоги, скажем так, они были сильно урезаны, они сильно ограничены в применении. У нас есть значительное преимущество, которое как раз и состоит в разрабатываемых нами методах. Мы можем практически бесконечно расширять эту базу данных, развивать ее и добавлять все новые и новые свойства. В том числе мы можем эти свойства рассчитывать и предсказывать. Каждые 4-5 лет количество координационных полимеров увеличивается примерно вдвое. Пополнять базу данных, уверен Евгений, можно бесконечно. Ученый говорит, обширные знания об этих соединениях помогут разрабатывать так называемый дизайн химических веществ. То есть специально наделять конкретные соединения нужными свойствами. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Неделю рубль грозит закончить на минорной ноте. В причинах нового овала разбирался Андрей Трой. Здравствуйте. Доллар решил взять реванш на новостях о росте запасов нефти в США. Сегодня цены на черное золото резко снизились. За баррель сорта бренд дают 39 долларов 81 цент. Эксперты утверждают, что колебания цен на нефть повторяют динамику прошлого года. И новый обвал стоит ждать к лету. Результатом такого мощного спада стало повышение Центробанком курса доллара США до отметки 68 рублей 93 копейки. Курс евро 76 рублей 92 копейки. Золото стоит 2679 рублей за грамм. Серебро стоит 34 рубля 56 копеек за грамм. Полисов ОСАГО снова не хватает. Особенно в южных регионах страны. А крупные компании обяжут закупать продукцию у малого и среднего бизнеса. На сегодня это все. Удачи в делах. Китайские инвесторы придут в Самарскую область. Уже достигнута договоренность о том, что они профинансируют строительство солнечной электростанции. Она появится в Новокубишевске и будет практически полностью автоматизирована. Областные власти, в свою очередь, окажут административную поддержку проекта и предоставят налоговые льготы. Способы, как привлечь новых инвесторов в Самарскую область, обсуждали на заседании специального совета. Одно из обязательных условий создания здоровой конкурентной среды. Как показали исследования, в Самарском регионе конкуренцию можно назвать двигателем прогресса. На высоком уровне этот показатель в сфере розничной торговли, телекоммуникационных услуг и ЖКХ. С введением лицензирования управляющие компании стали бороться за место на рынке жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, как в целом по России, так и в Самарской области решается и одна из главных проблем – это сложность подключения к энергосетям. Меньше стало бюрократических препятствий для бизнеса. Тоже положительная динамика видна по выдаче разрешения на строительство, по регистрации имущества. В Самарской области мы добили существенных результатов. Более чем в два раза сократилось время регистрации прав собственности. С 49 дней до 22 дней. В Самаре налаживают и культурный обмен с китайцами. В этом году пройдут Дни культуры Чунцин в Самаре. На фестивале «Волжская жемчужина» будет выступать музыкальный коллектив из этого города. Пройдет выставка художников и фотографов из Китая. А в следующем году уже самарцы поедут в Чунцин с ответным визитом. Об этом договорились на встрече министр культуры Самарской области и вице-директор комитета культуры города Чунцин Си Хуа. Сейчас представители китайской делегации знакомят с культурными объектами Самары – библиотеками, музеями и театрами. Красивейший, живой город и народ у вас веселый, супер. Надеюсь, через культурный мост между Китаем и Россией наша дружба еще больше укрепится. Культура – это универсальнейший язык, который позволяет любым народам общаться и находить, делиться лучшим из того, что создано в культуре каждого из них. На самом деле культурное общение – это залог вообще наших добрососедских отношений, развития контактов. И надеемся, что эти контакты будут тесными и в экономике, и в культуре. Новые технологии в образовании. В Самарской школе номер 35 учителя-передовики больше года учит детей, используя живопись, а также создает музеи каждого предмета. Педагоги уверяют, это дало невероятный эффект. Дети стали лучше учиться и меньше ссориться. Об инновационном методе расскажет Марьяна Мирная. Юный физик Дима Швецов – будущий инженер, смастерил модель дачного фонтана. Если использовать вместо пластиковых бутылок и шариковых ручек современные материалы, может получиться практически поливочная станция. Этот фонтан можно использовать для поливки цветов. То есть, если его более модернизировать, чтобы струя била выше, тогда с помощью него можно поливать цветы. Но если бабушка попросит, я смогу такое сделать. С прошлого года в 35-й школе стали применять так называемую музейную педагогику. Это когда на уроках для привлечения интереса и закрепления материала используют картины и экспонаты. На физике их делают сами ребята, чтобы самим разобраться в природных явлениях. Если это музей истории какого-либо предмета, то мы тут и патриотов растим, потому что, например, лампочка – наше русское достижение Ладыгин. И когда мы используем фотоаппарат, то говорим, что наша оптика российская – самая лучшая оптика. Педагогический проект, уверяют учителя, сказался и на школьной атмосфере. Дети стали более вежливыми, конфликтов почти нет. Свои музеи есть не только в кабинетах точных наук. Часть урока музыки проходит в школьном коридоре. Картины великих художников помогают лучше понять, о чем хотел сказать автор. Все старо как мир, но самое главное, что такое наши ребята – это наш народ, это наше будущее. И наша задача – показать, что они могут знать так хорошо прошлое, чтобы из настоящего видеть будущее. Чтобы поделиться опытом, 35-я школа пригласила к себе студентов, будущих учителей, чтобы те наглядно убедились, что язык искусства универсален. На нем могут говорить и физики, и лирики. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Самара в матче баскетбольной суперлиги уступила Парме. Комета вырвала победу у казанского Акбарса в первом матче финала юношеской хоккейной лиги. Самарская комета – финалист юношеской хоккейной лиги. Первый матч двухсерийного поединка у казанского Акбарса спортшкольники ЦСК ВВС выиграли с трудом. Основное время закончилось ничьей 2-2, хотя по ходу встречи комета вела в счете. Исход матча решил точный послематчевый булит Живахира Расулова и надежная игра голкипера Кирилла Арнаута. У нас вратарь спас нас, можно сказать. Вышел прошлый капитан, который был до этого. Забил гол, разобрался трем и все. Акбарс – более опытная команда. Два года назад спортсмены казанского клуба из континентальной хоккейной лиги на первенстве России завоевали серебро. Год спустя заработали бронзу. Однако новичок ЮХЛ «Самарская комета» доказала, что и лидеров молодежного хоккея можно побеждать. «Захлёстывают эмоции, ребят. Просто захлёстывают, играем в финал. Не выполняет до конца нашу установку тренерскую. Это раз. А второй момент. Ну, где-то надо, чтобы и везение присутствовало. Так. Ну и вратарь неплохо, хорошо сыграл у «Самары». У новичка в большом хоккее «Самарской кометы» планы амбициозные. Победа на турнире в Поволжье и во всероссийских соревнованиях. Суперсерия пройдет в начале апреля в Бердске Новосибирской области. Аппетит переходит во время еды. Будем стараться занять как можно выше места. От первого места мы не откажемся, естественно». Вторая заключительная игра Поволжского финала ЮХЛ пройдет в четверг в 19.00 на Ипподром-арене. Если победит «Комета», она абсолютный чемпион. Если «Акбарс», то кубок достанется той команде, у которой будет лучшая разница забитых и пропущенных шайб в серии. Самарским баскетболистам повезло меньше. В чемпионате Российской Суперлиги они уступили Пермской парме на родном паркете. Хотя первая половина встречи осталась за хозяевами площадки 37-33. Однако уже в третьем периоде инициатива перешла к парме, и они повели в счете. Ошибки Самары в атаке и обороне, и пермики уверенно завершили матч 65-75 в свою пользу. После этого поражения волжане упали с четвертого места на шестое и усложнили себе задачу в первом раунде плей-офф. Соперник по турнирной таблице попадется более мастеровитый. Последняя игра регулярного сезона с ижевским «Купол-родники» намечена на субботу в 3 часа дня в МТЛ-арене. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok